Привет всем! Сейчас я нахожусь вблизи Ялтинского драматического театра. Есть мнение, что именно здесь парочка незадачливых консессионеров в составе Кисы Воробьянина и Остапа Бендера пытались похитить драгоценный 11-й стул, в котором, как они предполагали, содержатся сокровища умершей тёщи. Как известно, сделать им это не удалось. По причине знаменитого Ялтинского землетрясения 1927 года. Это реальный факт. Говорят, что в ходе этого природного катаклизма в Ялте было разрушено до 70% жилых зданий. Кошмар! А вот здание театра не пострадало. Ну а лично я за стульями не охочусь. У меня планы гораздо скромнее. Я решил посетить знаменитый мюзикл Эндрю Ллойд Уэббера «Призрак оперы». Сегодня здесь выступают питерские артисты. Посмотрим, что они нам покажут интересного. В этом театре свои пьесы ставили Станиславский, Немирович Данченко. Выступали Ольга Книпер, Мейерхольд, Москвина. В театре бывали Чехов, Рахманинов, Шаляпин, Горький Будин, Мамин Сибиряк, Куприн, Воснецов, Коровин, Качалов и сам Иван Козловский. Здорово! Пора заходить в храм искусства и предъявлять билеты. Кстати, билеты стоят не так все дешево. На человека от 1000 рублей и выше. Все театры мира на самом деле одинаковые. Все они как один начинаются с одного и того же. С вешалки. Не менее важная все-таки часть театра – это, несомненно, буфет. Я бы сказал, это сакральная территория храма искусства. Мы идем его искать. Так, пока нашли только ватер-клозет. Нашли все-таки. Я считаю, каждый уважающий себя зритель должен первым делом идти в буфет. Выпить стопку коньяка и закусить, чем Бог послал. Театральные приключения начались. Буфет оказался неправильным. Таким, как эта странная елка, которая стоит почему-то не на полу, а на потолке кверх ногами. А в буфете нет ни капли спиртного. Есть кофе, есть чай. Но отсутствует коньяк, вина и прочие, прочие, прочие напитки. Я считаю, это неправильно. Поднимаемся на балкон. Последний ряд нам нужен. Вообще, надо сказать, что этот театр совсем небольшой. Зрительный зал вмещает всего около 500 человек. Мы видим некоторых из них. Театральная публика постепенно собирается. Ну вот, приближаемся к концертному залу. Шаляпин и Рахманинов. Два русских гения. Оба, кстати говоря, умерли вдалеке от России, за границей. Но здесь на фотографиях они еще молоды. И выступают в Ялтинском драматическом театре. Там, где я сейчас нахожусь. Зал понемножечку заполняется. Вот он, наш последний ряд. Галерка. Впрочем, обзор, по-моему, классный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, на секундочку я вас потревожу. Ну, как все прошло, на ваш взгляд? О представлении, о песнях, о бариях и все такое. О песнях, о бариях, о представлениях. Нам понравилось. Нам понравилось, особенно главная героиня, которая... Вот что вы чувствовали, когда вашего возлюбленного убили? Это интервью. Я не готова. С другой стороны, в оперете я ничего, конечно же, не понимаю. И все-таки считаю, что в театр ходить надо. По крайней мере, для того, чтобы иметь шанс, чтобы нащупать в кресле, на котором вы сидите, бриллианты умершей тещи.